Последний раз экскурсию по отделу искусства 20 века в музее-заповеднике Абрамцево провели почти 10 лет назад. Еще в 80-х здание было признано аварийным. Десятилетия понадобились, чтобы провести здесь капитальный ремонт. Это здание было построено в 1938 году, как лечебный корпус санатория, что располагался в усадьбе Абрамцево в те годы. Собрания изобразительного искусства 20 века разместились здесь в 1971. В 2019 открывается новая страница истории отдела искусства 20 века. 75% совершенно уверенно говорю, мы показываем из того, что было, и 25% это те произведения, которые дарились, передавались и приобретались за 10 лет, пока наше здание работало в режиме выставок. Сейчас монтажники экспозиции и сотрудники музея развешивают картины, расставляют экспонаты. Своё место занимают работы, отражающие тенденции минувших десятилетий. Порядка 15 работ побывали в руках реставраторов в то время, пока отдел искусства 20 века был закрыт. Каждый из шести разделов имеет своё название и посвящено определенному периоду. Первый называется «Живописная живопись» и охватывает творчество художников, входящих в общество «Бубновый валет», творивших в начале прошлого века. «Живописная живопись» — это строка из частного письма «Фалька». Роберт Рафаилович писал о том, что живопись обладает своими законами, и она не должна подменяться рисунком, раскрашенным. И мы делаем, художники «Бубнового валета», именно живопись живописной. Второй раздел — романтический монтаж, живопись 20-30-х годов. Третий — новая Абрамцева о творчестве художников, поселившихся рядом с Абрамцева после 30-х годов. Их творчество и этюды камерны. Видимо, так они воспринимали место и его атмосферу. Далее поэзии повседневности — это 40-е и 50-е годы, когда вектор отечественного и мирового искусства меняется. Люди, опаленные войной, возвращаются к темам женственности, красоты, уюта, дома, человеческим ценностям. Вот об этом этот раздел. «Звезды, розы и квадрат» — строчка из стихотворения Заболоцкого соответствует духу художников, творивших в 60-е годы. Новые реалии по-разному воспринимаются мастерами, потому и отражение их столь разнообразно. Прошлым веком в Абрамцеве экспозиция, посвященная Виталию Манину, который стоял у истоков отдела искусства 20-го века в музее-заповеднике. Откроется для зрителей закулисье жизни художников две воссозданные мастерские — Шмаринова и Андронова. Новинки экспозиции. «Предметный мир» — он тоже имеет свою историю, свою энергетику. «Предметный мир» может сказать о человеке не менее выразительно, чем тысячи томов каких-то книг или десятки писем или воспоминаний. Появится в обновленном отделе искусства 20-го века и библиотека. Домашнее собрание передала в Абрамцева супруга Виталия Манина Антонина Иосифовна. 2959 книг, альбомов, каталогов перевезены в музей. Описывали книги в течение трех лет, и теперь это личное собрание открыто для читателей. И теперь этими книгами могут пользоваться исследователи, могут пользоваться читатели и наши сотрудники. Обновленное отдело искусства 20-го века посетители музея смогут увидеть уже 11 октября. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных. Тема.